Я, в свою очередь, не буду повторять то, что написано в тексте, материалы конференции, которые мы спросили, как и еще новые идеи. Сейчас все. Первую идею я решил поместить на титул одну очень интересную картину нашего китайского художника, Кустановича. Называется она «Эстетика глобализма». Серия у нее картин, где-то посидим, посреди улицы широкой гестралии, под деревом, и заделок на большой армии. Так вот, говоря об необходимой сельской степени, и из них межместа, глобального опасности, я обладу под этим понятием, в итоге сюжеты, касающиеся и социальной, и экономической, и технической, и экономической, и экономической, и экономической и экономической, и экономической принципы структуры географического построения, в его подходе к межместерам, что, во-первых, указано, что, состноящее время, на многих социология безопасности, еще не представляет собой самостоятельного направления в системе социологического знания, хотя формируется в этом достаточно четкий способ, Игорь Михайлович, Игорь Михайлович, говоря о необходимости союза философов и социологов в отношении в форме безопасности, достаточно четко я и сказал, и здесь сразу же у меня возникла небольшая реплика, уже дважды в 2009 году проходил первый конгресс, международный конгресс по глаголистике на базе факультета глобальных процессов Московского государственного университета, и второй конгресс, это 2011 год, мы решили каждые годы в районах такого рода конгресса, и я обратил внимание, анализируя программу и того, и другого конгресса, в первую очередь, в значительную деятельность докладов, и объем сельсионных заседаний был посвящен метафилософским проблемам в том числе. Проблема осуществления нового социального договора, она в первую очередь привлекла именно к власти для философского государственного. И аналогичнее, к 20 годам происходит... Да, вот при системе я не обратил внимание, что там было как раз многим докладам посвящено социологии и компания. Хотя уже, так сказать, во втором конгрессе возросло, количество поступлений не так значило. Но вместе с тем нужно видеть, что в настоящее время на рубеже 20-21 годов безопасность все более начинает восприниматься уже не только как ироны сугубо политические, в том числе, ироны сугубо политические, ироны сугубо-группы, ироны сугубо-группы, ироны сугубо-группы. И в нем коммунистатного план. И следует отметить, что мумнистатизация безопасности становится одним из главных аналитических конструкций социального знания и сферой социально-практического действия. И в связи с этим необходимо ввести речь о том, что внутри самой структуре социологического знания происходит не перетягивание каната, а перебрасывание тематики исследования и проблемы может обрастить из макросоциологии, микросоциологии, ироны сугубо-группы. А что можно отметить с тем, чем это было быстро? Обратите внимание, в сентябре прошлого года была опубликована на сайте Уэти-Синтазом резолюция Федеральной социальной организации по вопросу безопасности человека. Федеральной социальной социальной безопасности получает реальные гуманитарные измерения даже уже на таком уровне реализации гуманитарных систем. В какой-то степени может быть связан Обыденные слова, вместе с тем, сам факт обращения международной социальности, международной сообщества и необходимости верификации безопасного человека, вызывая должность безопасного человека, является подходом для оказания государственным членам помощи в проявлении решений масштабов и международных проблем, касающихся выживания, источников местных источников и достойных других дорожек. Вот это поле ментализации проблемной опасности начинает окончать свои конкретные формы. И сама по себе, если говорить о взаимодействии микросоциологической и макросоциологической, она, наверное, служит другим образом, что, по сути дела, сама вопросы, есть плюс к вопросам, во-первых, социологической и макросоциологической, это область макросоциологической. Но я, наверное, и дальше, когда я смотрю на некоторых рисунках и трафиках, то само по себе, само по себе необходимое, то есть, влечение анализа, вернее, вопроса реализации безопасности, то есть, та, которая в область макросоциологической, она неизбежно диктуется себе под официальным и глобальными сообразованиями, которые краски подвластны в макросоциологическом. Но вот здесь я выявил некоторые группы далеко не полностью, если понятные, и не реализируя карты для угрозы, это главная угроза глобальной безопасности, которая, в первую очередь, это глобальные угрозы белого детства. Отход уже от той парадигмы безопасности, угрозы безопасности, то есть, только лишь свои, только лишь противостояние государству. Это те угрозы невероятного характера, в которых находится природная, это чистое развитие, вими, болезни. Это, во-вторых, динамическим, нормальным, демографическим трендом, не буду употреблять эту историю, переводить различные цифры, да, ну, они достаточно похожи, и не приходится, и существует, даже, увидеть за экраны движения. Это генографический кризис, с одной стороны, промышленно-развиток в бедре, и генографический взрыв на берегу. Прогнозы генографического разрыва мероприятий в бедре уже последуются до 2000 годов, когда ожидается генографическое население Земли, может достигнуть 11 миллиардов человек. То есть он растил за ближайшие 30, с небольшим летом, на 4 миллиарда. Основной бедный вес приходится, как вы прекрасно знаете, на ту самую трепетию, которая выступает социальной массой для достижения угроз не военного характера. Далее, это транснациональные угрозы неполитического насилия. Они тоже не делают. Размага, как и коррупция, как и легальная меграция, фантастику, и технические, и акциональные конфликты, и вся серия тех конфликтов, которые тиктуются с одной стороны и реальной демографической меграции, и теми, в большей степени социальными угрозами, темно-детого, как мы хотим сказать, темно-детого, как мы хотим. И, наконец, четвертый еще тип угрозы я выделил, это так называемое евразийское предательство межисти, которое мы не можем рассказать. По сути дела, мы даже не о евразийском пространстве, так и о некой иноидной сфере, нижнейшей полиэкнической, поликонфессиональной и еврейской фразе, когда-то сажалось уже не в консистерах международной фразой. Объяснялось как в числе театрой географической фразе. Но годы прошли, и сейчас речь идет о необходимости преодоления угрозы региональных, угрозы глобальных, угрозы связанных с теми пространственной генерацией, которые в нашей стране и Каппийскому региону, и к региону Центральной Америки, и Космейскому региону, и так далее, и так далее, и так далее. Она, кстати говоря, будет в Каппийске реагироваться, в Каппийске реагироваться в Каппийске реагироваться на Восточном Путине, до нашего Санкт-Петербургского государственного университета, где как раз вот эта тематика еврейской перестабильности будет принадлежать к регионам учреждения регионально-специалистами и госпитальевами, и экономистами политиками. Вот здесь я представлю картинку, причем она, так называемая, статус северечной державы, в Каппийске реагироваться в Каппийске реагироваться, в Каппийске реагироваться в Северной Америки, до 2000-го года. Вот чем она и перенесет? Она, во-первых, составлена на основе математических расчетов статуса в Каппийске реагироваться. Они здесь еще старые и длинные. И на что следует обратить в Каппийске реагироваться. Воды внизу. Это посеверечный миллион. И в данном случае, мы с вами, вот, да, остальные. Кривая — это Советский Союз Российской Федерации после 1991-го года. Верхняя кривая — это северечной штатурой. Возвращение. Возвращение. Самое значительное скружение между ими, то есть разрыв между статусом положений государства приходится, ну, как бы, в 70-е годы. В 70-е годы, когда кто, как все прекрасно знаете, был достигнут паритет и военно-политическом отношении, И когда сегодняшние исследователи, в этом периоде, конечно, период был застой, вот этот застой реально, потому что математические исследования показывали движение штатного положения этого государства. И далее, вот это падение приводит буквально в 1991-е годы, смотрите, сколько пунктов приводит к тому, что статус России, и Российской Федерации уже пришел к тому, что реальный услуг геополимического ряда государств, группы Европейских, Ипонии, которые, ну, относятся к среднему статусному государству. Такой платье. А вот вместе с тем, смотрите, вот эта желтая, фактического цвета, это корейская республика, которая приближается по статусу в Соединенных Штатах. О чем это говорит? Да практически, когда вот такой статусный разрыв был принимали, если бы сябли, 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 сябли. И экологическим читателям, и социальные безопасности, и анализов угрозных средств. Нет, она совершенно классическая тематика социальных исследований, геологическая тематика, в широком плане развития, в котором и другие социальные классы, которые работают так и так, классные структуры. А вот этот разрыв, статусный, как раз подъем нас к тому состоянию. Теперь-то мы начинаем подсчитывать, насколько нам придется еще вложить не только капиталов, в данном виде и в УПК, и в социальных сетях, и в транспортную структуру, которая позволит нам как-то хотя бы достигнуть неизвестно, какие годы, в данном виде, в данном виде. Выбраться из этой статусской... Вот и здесь я принесу формулу, достаточно интересную, которая определяет, по которой рассчитываются те самые статусы, да, исторических приемных, причем исследователей, это, я уже скажу, сотрудники Института прикладной математики, Академии науки, я так сказать, и сотрудники Московского государственного университета Института и Академии военных наук. В прошлом величине, да, свободно, выжил документальность того, что автор, как и Александр Нович, ректор, я помню, Дмитрий Анатольевич и Нахаевич, Маун, которые, вот, на основе этих вопросов, на конченах провели за 100 лет анализ изменения статусов. А эти статусы, если мы будем переводить на нашу резинку социологическую, на резинку, то мы как раз подходим и позволяем нам рассмотреть, какие, так сказать, становятся проблемы в лекарственном исследовании, в лекарственном исследовании. В первую очередь ставим государство. Это территория, экономика, военная сфера и Академия. Там, то есть, в первую очередь, в связи, макро-социологическое действие. Еще один рисунок, еще, ставить, это революционная структура экономики России, указанная в период с 80-го и 1-го года, с 80-го года, который составленный на институте физической структурики, он так называется Академия. Левая часть вот этих требов, правосмотрящих, это период от 80-го года, на котором мы имеем 4 основных сферы трудовой деятельности. Это сектор инфраструктуры, это потребительский сектор, генераторевой и высокотехнологичный. Так вот, треугольник, герамика, левая. Это видео уже от 1890-го года. И обратите внимание, какую долю в воспроизводственном секторе занимал высокотехнологичный сектор, который занимал высокотехнологичный сектор. Какую долю занимал, соответственно, на этой сфере вы и так далее. И вот сразу в годы, до 2007-го, такая, которая прощается, таким образом, по сути дела, треугольник, герамика, 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 герамика. У нас уже сектор инфраструктуры. Это, понятно, естественно, причина, которая при этом заключается отчасти. Человек переходит в информационную позу. Но, вместе с тем, это показатель. Я, в нашей стране, в нашей стране, в нашей стране, в нашей стране, показатель спада высокотехнологичных производств. Вот. Это с увеличенным процентом до 18. И вот более существенная часть, на мой взгляд, рисунка, это те самые герамиды, которые представляют два варианта развития экономики. Первый – это инновационный сценарий. И второй – инновационный. И вот задача, на мой взгляд, в данном случае, социологический, социологический. Посмотреть на какие возможности должны существовать, и прогнозы согласились с того, чтобы к 2030 году, по прогнозу, наиболее оптимальным был реализован в инновационном сцене. Чтобы мы как-то достигли, движулись к тому, где его весы, в том числе, в том числе, в том числе. И, кстати говоря, это вполне допустимо сейчас, в настоящее время, математические расчеты, опять же, экономики есть, используют переход к новому технологическому плану, который будет проходить на второй половине, я покажу, называемых, 17-17 годов. Когда мы можем, так сказать, перейти активно, наша экономика освобождается с неоликаральным функцией, если это получится, перед теми, в инновационном видеоразвитии. И, соответственно, уже те самые структуры, остальные секторы экономические, должны по прогнозам, в инновационном сценарии нечем, потому что если мы достигнем, пойдем на такие реализации инновационного сценария, и, кстати говоря, об этом ходе пока еще наши экономисты неоликарного долга, и достаточно серьезное влияние на правительство, и вообще-то на общественное, и, соответственно, следствия массовой информации, то у нас будет достигать доживем вот такого реализации инновационного сценария, который в конечном счете в том числе, но самую тревогу, статус консультанции пошел еще ниже, можно синтетически приближаться к оси, к алинотарии, и понятие еще один, какой распады государства, по которому существует достаточно много, и, опять, поводом тому, в области существуют те указы, последний, учет закономерности мирового развития о формировании пространства глобальной безопасности. Какие здесь необходимо обвести в действии закономерности. В первоочередине достаточно сокращенно с реальной 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 реальной. Переход физкультурно-технологическому плану, который показал древний отрезок, древняя, так сказать, горовая тенденция. И наша, так сказать, задача, мы сходим на подновку быстро выходящего поезда типа Сапсана для того, чтобы реализовать тот потенциал экономический, интеллектуальный, творческий, молодёжный, научный для реализации того, что у нас завтра уже появились. Второе – это население активных статей, которые необходимо учитывать. Это население разрывов на предстоятельной графике. Это и географическое, и географическое, и интеллектуальное нормальное, и в процессе эффективной, и в процессе глобственного работы. Нет каких-то, какой-то реактивный статей, этот разрыв реактивных статей. Далее – это переход в полицентричную университет, когда оснащили акторами. Следующая разрыв становится не только государством, как носителем, чем мы имеем в виду, как путешествующих является хранителем, обеспечителем, гарантом безопасности, но в полурах начинают выступать и мировые цивилизации, и гео-цивилизации, для которых горят свои задачи, например, в сохранении обеспечения безопасности, и цивилизационной цивилизации. И, соответственно, здесь я предложил некое предметное пространство, социология безопасности. Умеряют в себя три уровня социальных действий поведения, отношений, институтов. Вот такой интересный диктамию, и, соответственно, уложен в отношении опасного безопасности. Правильно, мы можем представлять лица по амперам, а вот консенсировал, но еще в середине 19-й века реальный, институт, идеальный, процентный. Это уровень микро, микро уровень, для которого акты социального действия и обеспечения безопасности. Сознаваемая группа, полный призыв, в резолюции сформулированной организацией генерал-кассандреев. Это не за уровень, то есть социальное общество, то есть гео-цивилизационное общество, активное общество, региональные образования, персональные региональные людей. И, наконец, Маклор, то есть гео-цивилизационный официальный актор региональной деополитики, международной социальной. Спасибо большое, что вы видите.